Привет, это Гриня, и мы продолжаем цикл переводов интересных видосов в околодрифтовой теме. Не забываем подписаться на мой канал, а теперь на очереди супер информативное видео от моего друга и учителя Райана Лантейна. Не забывайте отметиться у него на канале, подпиской и по желанию активируем колокольчик. Привет всем, меня зовут Райан Лантейн, я дрифт-судья. Я сужу различные серии по всему миру. Формула Дрифт США, Формула Дрифт Япония, Супер Дрифт Бразилия, Рашин Дрифт Сириас, Продрифт Перу, Дрифт Чемпионат Катара, Гейтбилл в Скандинавии и еще несколько, которые я сейчас не вспомню, но что я хочу до вас донести, что я сужу много дрифт-мероприятий по всему миру. Знаю, вы подумаете, еще один идиот со своим YouTube-каналом, но я надеюсь, что смогу для вас сделать оригинальный обучающий контент о судействе в дрифтинге. Задача этих видео – поделиться с вами моими дрифт-знаниями. Я постараюсь прояснить судейство, хотя бы немного объяснить основы, почему правила такие, как они есть, и почему мы судим определенные битвы так, как мы их судим. Так как из-за COVID-19 все дрифт-мероприятия закрыты как минимум на апрель, и так как у меня нет новых дрифт-мероприятий, лучший вариант рассмотреть ивенты сезона 2019. Так что возвращаемся на год назад и рассмотрим открытие сезона 2019 «Формулы Дрифт США» в Лонгбич. Я хочу рассмотреть самые неидеальные заезды и рассказать, почему они были рассужены так, как это было сделано, а потом взять заезды получше и показать, чего мы хотим от пилотов на конкретных примерах. Хватит обо мне, переходим к «Формуле Дрифт США» 2019. Квалификационная сессия в Лонгбич. Перед тем, как мы перейдем к самим заездам, давайте расскажу о брифингах для пилотов. Обычно проводится три таких за ивент, и первый это обычно очень общее представление трека, чтобы показать пилотам, где какие зоны и сколько очков за них можно получить, а также познакомить их с картой разрешенных зон торможения. По большому счету это вся информация от судей, кроме этого маршал и трека поговорят по безопасности на треке и о подобных вещах. Второй брифинг — это квалификационный брифинг, по нему мы сейчас и пройдемся. Третий брифинг проводится по парным заездам, и его мы обсудим в другом видео, а сейчас мы рассмотрим, как выглядит квалификационный брифинг. Это нередактированная копия того, что я показывал пилотам на квалификационном брифинге в 2019, и вы можете увидеть, что я опять показываю пилотам карту трека, хотя мы уже показывали ее на первом общем брифинге. Пилоты и команды уже знакомы с этой схемой, но нам надо убедиться, что все точно ознакомились, как и где нужно находиться. Следующие страницы раскрывают три судейских критерия — траекторию, угол и стиль. Вы можете видеть, что в прошлом году в Лонгбич Энди отвечал за траекторию. Рядом с определением критерия вы видите имя судьи, отвечающего за этот критерий, и его личные заметки по этому критерию. Он просил пилотов не жульничать по траектории через внешние зоны, также хотел видеть плавную линию от внешней зоны 1 к внешней зоне 2. Пилоты должны были покинуть внешнюю зону 2 по ее окончанию, не забывать Touch and Go 2 и финишировать широко. Все эти заметки представляют результат наблюдения судей за тренировками пилотов, а именно те зоны, на которых открываются возможности и допускаются ошибки, моменты, на которые пилоты должны сфокусироваться, чтобы заработать выше очки. Следующим по списку у нас Брайан Эггард по критерию угол. Его заметки по критерию максимальный угол, резко переходящий в максимальный угол между Touch and Go 1 и внешней зоной 1. Сохранить установленный угол на внешней зоне 1 и через всю внешнюю зону 2, сохранять угол от внешнего клипера 1 и до самого финиша. И опять же, это заметки, которые сделал Брайан после тренировок, те возможности, на которых пилоты должны сфокусироваться для лучшего результата. Третий критерий, конечно же, стиль, который состоит из плавности и исполнения. Эти два критерия внутри стиля всегда остаются одинаковыми вне зависимости от трассы. Плавность определяется по вращению автомобиля вокруг своей оси и оценивается с постановки. Судьи хотят видеть быструю, четкую и точную постановку у пилота. Точная постановка означает, что автомобиль выставляется в намеченный угол в одно движение. Нет никаких легких остановок перед достижением угла, а потом его добавления. А также нет слишком большого угла, который потом приходится уменьшать, чтобы ехать дальше. Исполнение же, с другой стороны, определяется по качеству движения автомобиля вперед. Как, например, постоянный разгон вне зоны торможения или то, как пилот бросает свой автомобиль в стену, зная, что вытащит его оттуда, всего лишь черкнув бетонный забор и поедет дальше. Особенно это важно в Лонгбич, так как у нас есть Тачингов 1, внешняя зона 1 и внешняя зона 2. Очки могут сниматься по исполнению с нашей стороны, если присутствует частичный или отпущенный газ перед постановкой, поздняя постановка за последним маркером постановки и потеря темпа в любой из зон вне торможения. Следующий слайд в презентации брифинга – это карта зон торможения. На сезон 2020 она будет переименована, но суть ее останется та же самая. Каждая красная зона на этой карте обозначает место, где лидер ожидаемо будет снижать темп, и это ему разрешено. В парных заездах это очень информативно и полезно для преследователя, так как он знает, где ожидать торможения у лидера, а в случае, если замедление вне этих зон и ошибки преследователя за этом, вина за эту ошибку не будет возлагаться на преследователя. Как следствие, у преследователя есть уверенность в качественном приближении к лидеру на протяжении всего задания. Следующий слайд обозначает ситуацию с незачетом квалификационной попытки. Очень простой слайд, на нем три позиции, которые приводят к нулю баллов за попытку, а именно разворот, состояние заноса в противоположную сторону от заданного и любой открытый элемент автомобиля, капот, багажник или двери. Это все справедливо как для парных, так и для квалификации. Поэтому важно это озвучивать каждый раз, а эти правила сформировались несколько лет назад, и таким образом получилось исключить ряд ситуаций, в частности, сделать более честным положение преследователя, чтобы он не попадал в нестандартную ситуацию с уворачиванием от летящего багажника ему в лобовуху во время заезда. Заключительная страница брифинга квалификации в основном для заметок. Иногда здесь информации касательно судейства, а иногда и нет. Как видите, здесь есть напоминание споттерам об их консультациях с 11 до 12, а также посыл пилотам ставиться перед последней разрешенной точкой постановки, открывать газ как можно быстрее сразу после постановки и обращать внимание на зоны торможения. Теперь вы знакомы с презентацией брифинга пилотов, но это далеко не все, что мы обсуждаем во время брифинга, а некоторые вещи вообще не озвучиваются, так как мы их говорим пилоту, при каждой возможности эта информация уже идет по умолчанию. А вот одним из важных моментов, которые обсуждаются постоянно, является использование ручника вне зон торможения. Иногда рубило между судьями, пилотами и командами на брифингах, поэтому вопрос идет чуть ли не насмерть. Пилоты считают, что ручник это один из их постоянных инструментов, и его использование должно быть разрешено в любой точке трека. А мы, судьи, не хотим этого видеть и повторяем из раза в раз не делать этого. Мне сейчас сложно найти видео кого-нибудь, кто использует ручник вне зоны торможения, разве что в случае грубых ошибок и попыток их исправления, что приводит нас к следующему элементу, а именно полный газ все время. Мы хотим видеть полный газ от старта и до самой точки постановки. Как только они ставят машину боком, конечно же, можно отпустить газ, но его надо открыть как можно раньше после постановки и стараться удерживать его максимально открытым во всей зачетной зоне. Мы хотим видеть агрессивное вождение с правильным исполнением от старта и до финиша. Как видите, по этому заезду Дайшира был в газу везде, где-то нужно было, соответственно, много дыма, и выглядит это хорошо. Последнее, но не по значению, чем бы был Лонг Бич без этой жирной агрессивной перекладки под мостом Файерстоун. И мы это постоянно подчеркиваем, а пилоты прекрасно исполняют ее из года в год. Продолжение следует... Просто дань уважения этапу Формулы Дрифт в Лонг Бич 2020, которого никогда не было и уже не будет. А мы с нетерпением будем ждать возвращения на эту локацию в 2021. Итак, этот момент мы обсудили, и возможно, я вас и расстроил, что этап в Лонг Бич 2020 не состоится. А пока давайте рассмотрим сезон 2019 и начнем мы с Жоа Бариона. Этот заезд показывает интересные элементы сразу с момента включения картинки трансляции. И я говорю о ситуации с Андерстиром. Я ставлю паузу, и мы четко видим, что передние колеса Жоа ровные. Но обсуждение начинается, когда мы рассуждаем, есть ли еще угол заноса у автомобиля. Для того, чтобы здесь был угол заноса, автомобиль должен исполнять срыв всех четырех колес. То есть, хоть передние колеса в Андерстире, а задние все еще скользят, но автомобиль все еще имеет угол по отношению к движению. Вот тут и начинаются дебаты. Конкретно здесь Жоа из Андерстира поздно открыл газ и, как следствие, растерял весь темп, который у него был после разгона. Он теряет состояние заноса, поэтому не дотягивается до Touch and Go, и дальше весь заезд теряет всю яркость и энергетику из-за одной ранней ошибки. Однако он проходит трассу и зарабатывает какие-то очки в количестве 51-го. По мере дальнейшего просмотра этого видео, вы заметите, что самой важной частью этого трека является элемент от постановки до внешней зоны 2, а именно широкая дуга через Touch and Go 1 на внешнюю зону 1 и следующую внешнюю зону 2. Остальная часть трека достаточно простая, хотя тут тоже зарабатываются очки, но весь тот вау-фактор и очки по стилю в большей степени зарабатываются в первой части трека. По мере того, как Козуэ Тагучи подъедет к точке инициации, обратите внимание, как его машина поставится. Судья стиля высматривает три аспекта постановки, а именно, насколько она быстрая, насколько четкая и насколько точная. А наблюдая за вращением автомобиля Козуэ, вы увидите, что он достигает определенного угла, делает паузу и добавляет нужный ему угол. Вот здесь видно, как он достиг первого уровня угла и постановки. Машина остается в нем, а здесь смотрите за передними колесами, которые выдают увеличение угла, что можно расценивать как второй уровень постановки. А теперь, когда он потерял это движение в первом повороте, он не попадает на первую внешнюю зону, проходя по внутрянке, а дальше то же самое происходит на внешней зоне 2, а это уничтожило общую плавность темпа проезда. Теперь, когда вы понимаете, что нужно судьям, давайте посмотрим заезд Тагучи второй раз. В этот раз без каких-либо пауз и вмешательств, чтобы посмотреть его просто в реальном времени. Обратите внимание на двойную постановку. Здесь машине не хватает угла, здесь угол добавляется, ну а дальше по прохождению такая постановка привела к ошибкам в остальном заезде. И эта постановка не соответствует тем трем критериям. Она должна быть быстрой, четкой и точной. Еще одним моментом, за которым следует наблюдать судьи стиля, это последняя точка постановки. В Лонгбич она отмечена большой серой линией на асфальте. Здесь видно, что Дин точно поставился в нужном месте, но его машина вылазит на внутреннюю траекторию, заскакивает на поребрик, он теряет угол, пропускает Touching Go 1, и в этот момент судейские критерии начинают расходиться. Судья траектории видит в первом секторе ошибку нахождения на поребрике и пропуск Touching Go 1, а значит быть снижением балла по траектории. Судья угла видит недостаток этого самого угла в тот же момент прыжка на поребрике. А вот судья стиля должен определить очень удачную постановку, которая оказалась быстрой, четкой и точной. А значит по стилю тут все будет хорошо, хотя при этом между Touching Go 1 и внешней зоной 1 его перекладка была вялой, а значит будет снижение и по стилю. Постановка тут настолько важна. Давайте посмотрим, можете на микса. Помните, что последняя точка постановки обозначена серой линией на асфальте, а микс делает постановку очень поздно, а потом еще и очень поздно открывает газ, а это потому, что он закладывает слишком большой угол, что не позволяет зайти в поворот так, как нужно. Дальше микс промазывает Touching Go 1, очень поздно на внешней зоне 1 и опять же очень поздно на внешней зоне 2 и дальше слишком широко. Опять же, пропустив правильное место постановки, весь остальной заезд скатывается в пропасть. Посмотрим заезд точно еще раз в реальном времени. Видна постановка, которая точно выходит поздно, а в процессе выбора угла происходит излишнее заугливание. Поздний газ, не хватает угла, чтобы выйти на правильную траекторию. Опять излишний угол на внешней зоне 1 и поздняя внешняя зона 2 выводит его опять в неправильную позицию. Одна ошибка следует за другой. Но все началось от неправильной постановки. Давайте теперь посмотрим на хороший заезд. Это Форест Вэнг. Нужно проанализировать, что он делает на треке, чтобы взять 95 баллов за заезд. Окей, постановка в правильном месте, прямо перед этой серой линией. Дальше очень правильно ранний газ, точный подъезд к стене, и видно, что он в полном газу и в правильном угле. А здесь прекрасная агрессивная перекладка, а тут видно затягивание ручника. А значит снижение баллов по стилю. Дальше по треку все красиво и плавно. Видно полный газ и нахождение в правильных точках. Замедление машины перед внутренним клипом и опять полный газ до самого финиша. Смотрим в реальном времени. Наблюдая за разгоном постановки Фореста, виден постоянный полный газ. Это не идеальная инициация, постановка могла бы быть быстрее. Но как только он выставляет машину в угол, он фиксирует. И здесь видно, насколько это круто. А здесь виден этот самый ручник, потому что по траектории он не попадает туда, куда хочет. Так бы он не попал во внешнюю зону 2, ручником он подтянул себя на нужную точку, но это небольшое снижение от судьи стиля. Следующий пилот Челси Денофа. Он ведет себя слегка по-другому в своих заездах. Давайте, я не буду проводить анализ, лучше сами взгляните и попробуйте выявить те несколько ошибок, которые Челси допустил в этом заезде, которые привели к снижению баллов от судьи стиля и потенциально судьи траектории. Посмотрев на повтор заезда Челси Денофа, я заметил три зоны, за которые можно снизить баллы. Первая в зоне постановки. При подъезде к ней он затягивает ручник, что нормально, но он слишком долго, его не отпускает. Аж до вот этой точки. Это уже пенализация судьи стиля. По проезду этого поворота он проделывает невероятную работу, дотягиваясь до стены, но после перекладки пик его проезда под стеной слишком поздний, а там еще и затянутый ручник, а здесь он не слишком глубоко заезжает в зону 2, и это третья зона ошибки. Так что есть постановка от судьи стиля, внешка 1 от судьи стиля и траектории, и внешка 2 от судьи траектории. Следующий победитель квалификации в Лонгбич 2019 Джеймс Дин, и он потерял всего 1 очко у судьи стиля и 1 очко у судьи угла. Посмотрите и попробуйте определить ошибки по прохождению в заезде на 98 очков. В процессе просмотра повтора заезда Джеймса Дина на 98 баллов я еще раз вспоминаю, насколько удобно иметь возможность пересмотреть повтор любое количество раз у себя на экране. Говоря о самом заезде, мне видятся две зоны с возможной потерей баллов. Одна из них на постановке вот здесь, он ставит излишний угол, и это промашка. Ничего серьезного, но 1 балл снять уже можно. Дальше он феноменально проходит, великолепная перекладка дотрагивается до стены, а вот здесь тоже легкое заугливание имеет место. Это и есть две возможные зоны, где могли произойти снижение оценки. В остальном невероятный заезд, но не идеальный, как один из тех, что мы видели позже в том сезоне. В качестве бонуса можете посмотреть еще раз в замедленном движении. Что мы просим пилотов на брифингах, так это полный газ, и не использовать ручник, и у него здесь это получилось. Легкий контакт со стеной приводит к мизерной промашке и минус 2 балла от идеального проезда в этом этапе стали высшим баллом квалификации. Вот такой обзор квалификационной сессии формулы Дрифт Лонгбич прошлого 2019 года, и вы можете осознать, что судейство крайне неблагодарное место. Мы ожидаем так много от пилотов, мы требуем идеальных проездов, но в процессе просмотра мы берем этот идеальный счет и снимаем баллы за ошибки пилотов на треке. Так что вместо вознаграждения за хорошее вождение, мы, ожидая хорошее вождение, пенализируем за проделанные ошибки. Как фанаты, вы скорее воспринимаете все очень по-другому в процессе просмотра ивента. Вы восхваляете, восхищаетесь вождением пилотов, особенно ваших любимчиков, поэтому иногда сложно обратить внимание на ошибки, которые они делают. Но очевидно, что судьи не могут себе позволить реагировать так. Нам нужно отключить эмоции и чувства и просто судить то, что мы видим на треке. На канале Райана не слишком много подписчиков, и он надеется своей речи, что хотя бы один человек посмотрит это видео и благодарит его. По всем вопросам и комментариям он отправляет соответствующий раздел, так же, как и я. Так же он готов рассмотреть особые заезды и даже подозревает, какие, но просит оставлять упоминания интересующих. Переходим к Райану на канал и ставим лайки, подписки, колокольчики. С надеждой, что сезон 2020 скоро начнется, он продолжит выкладывать видео с анализом 2019-го и надеется встретить нас всех на дрифт-ивентах очень скоро. А перевод для вас сделал Гриня. Вознаградите лайком видосик, ну и до следующих переводов. Они будут очень скоро. Пока-пока.